Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. В своё время на нашей базе НАТО в Эстонии очень любили документалку о поморках. Такое, знаете, ламповое кино без политики о людях, живущих среди дикой природы. Поморы – это не герои из пыльных книжек, а реальные живые люди. Свобода для них – это возможность спокойно трудиться и помимо заработка получать удовольствие от этого труда. Море – их родной дом. Только здесь они могут добыть своё трудное счастье. Хотя уже тогда, глядя на картинку из российских деревень, мы волей-неволей задумывались об уровне жизни в стране, называющей себя сверхдержавой. Мы – великая страна. Мы – великая держава. Мы – наследники Великой империи. Вот что у нас сидит внутри. И можно сколько угодно искать оправдания, как это делает, например, поехавший Охлобыстин, мол, русскому человеку на самом деле ничего и не надо-то. Тот уровень внутреннего комфорта, который есть у русского человека, это вещь, недоступная всем остальным. Мы – москеты. У нас вот глубинка как живёт. В другой бы стране глубинка давно с вилами по Москве бегала. Нет, нормально, коровы есть, это есть, да и чё надо. А у меня, смотри, природа какая – речка, рыбка, мошка. Такая озорная деваха. Вот мы довольствуемся, нам ничего по большому счёту не надо. Не уж смешной. Вообще не в аскетизме дело. А скорее в том, что люди-то и не против жить хорошо. Просто в стране с бункерным дедом во главе народ нос боится показать из стойла. Мол, в лучшем случае на кухне можно недовольно бурчать, а то вообще заберут последнее. И, конечно, бояре пользуются подобной психологией, буквально вытирая ноги. Охолопов. Из бюджета Архангельской области более 800 миллионов рублей выделили Мелитополю. Видали как? Оказывается, зря мы о бедности регионов, где проживают поморы, совсем недавно врали. Там всё настолько хорошо, что есть лишняя денежка то Донбассу, то оккупированной части Запорожской области помочь. Сибиряне собрали и отправили почти 200 тонн гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Сбор самых необходимых вещей не останавливается ни на день. Архангельские врачи передали технику и спортивный инвентарь в одну из школ Донецкой народной республики. Проекторы, экраны футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи. Ну а теперь самое время смеяться. Вот угадайте с одного раза, всё ли хорошо с деньгами у региона, который ради показухи с барского плеча отдаёт аж 800 миллионов. А ответ можно в российской же прессе найти. У чудаков, если что, почти 20 миллиардов дефицита бюджета. Дефицит бюджета увеличен с 19 миллиардов до 20 миллиардов рублей. Уточнены источники его финансирования. То есть просто представьте, насколько же нужно презирать своих же граждан, чтобы при огромном минусе в бюджете забирать оттуда последнее. И это при том, что Мелитополь до российского вторжения был на голову круче совершенно любого города той же Архангельской области. И это мы сейчас не ради какой-то пустой бравады говорим, вовсе нет. Вот попробуйте найти в Мелитополе что-нибудь похожее на целые кварталы Архангельска, где десятки, если не сотни тысяч людей, несмотря на суровый климат, продолжают жить в деревянных многоквартирных домах. Это кварталы деревянных домов, в которых Архангельске более трёх тысяч, и примерно 1400 из них аварийные. А сколько ещё не признан аварийных, даже страшно представить. Тут никак не живётся, тут выживается. Как-то я приходил на департамент городского хозяйства, я говорю, чтобы признать дом аварийным, они, говорит, нанимайте за свой счёт, рассматриваются, говорит, от трёх до пяти дней домов в год, ну, вы будете, говорит, на рассмотрение лет через 20. И дождались, когда мы упали. Там провода отойдите! И да, эти дома ещё в прошлом столетии строились как временное жильё. В годы первых пятилеток в деревянные дома на 8-12 квартир временно расселяли растущее население города, чтобы потом дать им квартиры в строящихся многоэтажках. Переселить всех не успели. Советская власть закончилась. Но в путинской смех державе есть деньги на что угодно. На Крымский мост, на замену канализации в Абхазии. Россия в течение трёх лет вложит в экономику Абхазии 9 миллиардов рублей. На эти деньги ещё в этом году заменят водоводы и канализационные трубы в Сухуме. Мариуполю вот тоже новострои нужны. Уже больше года строители со всех регионов России восстанавливают Мариуполь. Здесь восстанавливают 7 детских садов и школ, 16 многоквартирных домов, 9 больниц, 3 многофункциональных центра, 2 пожарные части и 2 парка. Всего более 80 объектов. Ну а жители Архангельской области, видимо, рожей не удались. Поэтому их удел сидеть в реальных сараях и хлопать в ладоши, глядя на стройки века где-то там. Причём хлопать в ладоши – штука крайне полезная. Так банально можно согреться. Ведь страна вроде как крупнейший экспортер энергоресурсов, вот только для обогрева своих же граждан. То ли средств, то ли желания у чиновников не хватает. Как правило, чиновники рапортует, что у нас здесь всё. Всё хорошо, мы все живём хорошо, всё по кайфу. Вот посмотрите, люди в каких условиях живут. Смотрите, какой он дубах. Это ужас. Батарея. Великая страна. Вот так вот и живём. Горячей воды нет у вас? Какая горячая? Вот у нас печка только могла дать горячую воду. Я уже прошлую зиму её кончила топить. А почему? Пошёл дым. Дым пошёл. Так а как вы тогда обогреваетесь зима-то? Электричеством. Вентилятор такой маленький поставлю. Вода вся на столе, на полу всё мерзнет. И представьте, как же цинично с такими реалиями выглядят новости на федеральных каналах, где пропагандисты с городскими сумасшедшими всё ждут, когда же замёрзнет Украина с Европой. Потолок ледяной. Конечно, это ждёт Европу. Европа просто не просто замёрзнет, а окалеет наглухо. Ещё хуже дела обстоят на Украине. Запасы газа в хранилищах опустились ниже уровня начала закачки. Вы бы, малохольные, не на ракеты деньги тратили, чтобы отопление кому-то испортить, а лучше бы своим гражданам тепло провели. А так выходит картина маслом. Газпром снимает целые ролики, чтобы патролить европейцев. А зима будет большая. А свои при этом униженные и заплёванные сидят. Да и как не сидеть, когда по телеку вещают, мол, топить дровами – это позор и средневековье. Украинцы уже официально начали готовиться к тому, что топить им себя придётся дровами. Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья. Причём раннего, его ещё, помните, называют тёмными веками. Но ой, именно дровами в основном и топят жильё жители целых районов Архангельска. А всё кричат, что за отопление вам не надо платить. Да мы платим там больше, чем люди платят за батареи. Машина дров 8 тысяч. Просто на уголь зачастую денег-то нет. Ведь пока чинуши показательно помогают условные дыныры, поморы экономят даже на продуктах. Ну и как хватает на жизнь-то? По приходу и расход. Сладкое даже не ем. Из-за этих переправ цены-то здесь, соответственно, повыше, чем в городе. Ну, про масло. Вот в этот раз я закупила вот Анинское масло. Я покупала его по 85 рублей, нашла в Петровском магазине. А здесь оно у нас 115. Для меня это существенно, такая разница. Ведь мало того, что зарплаты, несмотря на северные надбавки, сравнительно небольшие, так ещё и весомая их часть уходит на оплату коммуналки. А теперь мы снова вспоминаем многочисленные эфиры у той же Скобеевой, где шизики всей кукаречной носились с платёжками из Украины. А новые тарифы от МВФ на тепло обрекли Украину на тотальное замерзание. К зиме многие украинцы поймут, что коммуналка просто не по карману. А новые тарифы от МВФ на тепло обрекли Украину на тотальное замерзание. Платите больше, чем все в Европе. «Ужас, кошмар, фашизм!» – кричали из каждого утюга. Но теперь вдруг оказалось, что в России люди платят ещё больше. Грибок, плесень, потолки, трещины. Я в прошлом году здесь за свет только платила 8 тысяч. Только свет. 8 тысяч деревянных только за свет. Причём ещё раз тётя живёт не в новострое и не в элитном ЖК, а в типичном для этих мест сарае. В данных домах проживать невозможно. Фактически дом на кундаменте не стоит. Сваи, сгнившие процентов на 80. Сколько он простоит, дай Бог, чтобы успели расселить людей, иначе здесь до беды недалеко. Вы будете смеяться, но в отдельных сараях в 21 веке нет даже канализации. А отходы жизнедеятельности жителей отправляются, внимание, прямо под многоквартирный дом. К канализации нет беды, она под дом. Вот сейчас тут будет полная антисанитария, не только вот в этом доме непосредственно, а вообще вот в этом кусту, потому что здесь как таковой канализации нет. Эх, видели бы жители оккупированного Мелитополя, какие богачи над ними шефство взяли. Но самое ужасное здесь в том, что многим поморам от такой несправедливости вообще не обидно. По фигу, что нет канализации, да и трещины в стенах – небольшая проблема. Потолок треснул пополам, то есть в любой момент этот потолок может рухнуть. Снизу крысы ползут, сверху крысы и клопы, и вот что делать, мы не знаем, что нам делать. То есть живем так, как вот оно есть. Из-за ветких конструкций весной и осенью в подъезде идет дождь. Протечки есть и в квартире. Борьбу с плесенью и подтеками Анастасия вместе с соседями ведет уже 15 лет. Главное, чтобы вода с дырявой крыши не на телевизор капала, ведь как же жить без Соловьева? Это для многих совершенно нищих людей реально лучший друг. Здесь телевизор лучший друг, потому что здесь вечернами просто заниматься нечем. И, конечно, при таком подходе к делу уровень поддержки СВО среди поморов просто огромен. Бабули хвастаются на камеру, как вяжут чмоням носочки. Я вот связала пару носочков, отнесла в пункт приема, ну, к этим еще. Что я еще помогу? Я пенсионер, бабушка. И каждое подобное видео – это лучшее доказательство того, что Путину страшно повезло с народом. Нет, не все, но очень многие россияне реально не хотят у себя за окном мусор прибрать. Зато первая в очереди, чтобы навести порядок где-то там. Весь год просидела у телевизора, так же, как и вся деревня, потому что началась война. Я думаю, что она была все равно неизбежна, хотим мы этого или не хотим. Я так думаю. Она неизбежна была. Их не пугают кладбище совсем молодыми местными пацанами. Было на кладбище уже там, уже могилы, так сказать, есть. В том числе ребят, которые ровесники моего сына, там, ну, 2001 года, ребят, 2000 года. Тем же пенсионерам пофигу на маньяков и душегубов, отпущенных из тюрем для участия в войне. Жители Архангельской области Вячеслава Самойлова, приговоренного к 9 годам и 7 месяцам лишения свободы за убийство сожительницы, освободили после трех месяцев нахождения на войне. Житель Архангельской области, расчленивший свою девушку, вернулся с фронта помилованным. Главная, блин, цель в жизни ненавистных хохлов победить. И очень хотелось бы поинтересоваться у тех же жителей Архангельской области, так а что вам лично эта победа даст? Может, Путин на радостях сарай вашей починит? Вот этот дом весь, все ходили, смотрели, все фотографировали, все знают, что он на подпорках стоит, в центре города. Позор. Позор вообще. Я с домом-то прямо разговариваю, разговариваю, миленький, не падай, ради бога, не гори. Вот, чтобы хотя бы дожить. Живешь на пароховой бочке, не знаешь, в какой момент взлетишь. Или газ в дома проведет? Да даже можете не мечтать. Вы видели, как выглядят те города Украины, которые Россия оккупировала и признала своими? Как минимум, Мариуполь всем показывали. Но там таких Мариуполей только на сейчас несколько десятков. За селом мы вообще молчим. И что-то строить даже в таких гигантах, как Северодонецк и Лисичанск, еще даже не начинали. Ну как происходит восстановление города Лисичанска? Мусор вывозится? Нет, ничего не вывозится. Делается свет, газ, вода, все, что... Ничего не делается. То есть, если чмони будут худо-бедно держаться на фронте, все деньги будут уходить на Украину. Что бы ты хотел, чтобы в твоем регионе их потратили? Конечно, переселить людей, которые живут в бараках. А почему ты думаешь, что они помогают? Ну, потому что ракеты на Украину важнее. Просто напомним, что Путин их не из своего кармана берет. И чтобы куда-то дать, денежки нужно у кого-то забрать. Например, сократить бюджеты на переселение холопов из аварийного жилья. Правительство сократит бюджет на расселение аварийного жилья. Расходы по федеральному проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодного для жилья жилфонда урежут на 60%. Это значит, что тысячи людей, живущих в условиях, опасных для жизни, останутся без надежд на будущее. А о чем это говорит? Да о том, что миллионы семей, мечтавших жить в человеческих условиях... Мы живем с клеенками, с ведрами, с тазами. Вот так мы и живем. Ледяные глыбы, куча дерьма и печки не топятся. Так и продолжат жить в деревянных бараках. Дети, блин, растут, не зная, что такое унитаз дома. А родители сидят и о мифической победе мечтают. Да что вам даст эта победа, кроме того, что кладбище увеличится в разы, а нищета останется вечной? Война как бы дорогое удовольствие, а восстановление разрушенного еще больше. То есть можно, конечно, пару дней покричать «Ура!», выпить праздничной боярки. Ну а потом-то как? Население в Украине как было нелояльным, так и останется. Каждый оккупированный регион будет сосать из вас деньги, как пылесосом. Вы ни одного из четырех полностью не захватили, а вся страна второй год горбатится. Сотни миллиардов долларов ушли. В общем, подумайте в свободную минуту, стоит ли будущее ваших детей руин где-то там. Особенно с тем учетом, что восстанавливать эти руины Путин будет именно за ваши деньги. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Редактор субтитров А.Семкин